Всем привет! Сегодня поговорим о недвижимости в Черногории в разных регионах. Поговорим об этапах оформления гражданства Черногории через покупку недвижимости. Первое. При покупке недвижимости от застройщика не нужно платить 3% налог на оборот собственности. Приобретение новых построенных объектов или их отдельных частей не считается оборотом недвижимости и подлежит налогообложению в соответствии с законом о налоге на добавленную стоимость, согласно актуальной ставке 21% от рыночной стоимости недвижимости. Этот налог уже включен в стоимость и, соответственно, не оплачивается отдельно. Второе. Качество строительства в новых объектах лучше, так как использовались более современные технологии и материалы. Налоги и косвенные затраты в течение года. После заключения договора купли-продажи покупатель обязан оплачивать ежегодный налог на имущество, согласно законодательству Черногории. Граждане Черногории и иностранные граждане, которые используют недвижимость для временного пребывания, оплачивают ежегодный налог в размере до 1% от рыночной стоимости недвижимости. На конечный процент налога влияет свыше 12 факторов, например, зона расположена в центре города или нет, удаленность от моря, на какой берега линии находится объект и так далее. Теперь перейдем к географии недвижимости. Прежде чем перейти к городам и примерам недвижимости, хочу пару слов сказать о развитии отельного сектора в Черногории. В 2012 году в Черногории было 84 отеля категории 4 звезды, теперь их уже более 130. Реализуются проекты строительства курортов и отелей, таких как Порто-Монтенегро, Порто-Нови, Луштица-Бэй, Аман, Рейджин, Ромада, Иберостар, Хилтон. Также ожидается открытие комплексов у One and Only Эритс-Карлтон, Шеретон. Ожидается, что к 2020 году в стране появится 50 новых отелей, причем взят курс на строительство отелей категории 4-5 звезд. А теперь предлагаю взглянуть на карту Черногории, где обозначены города, которыми инвесторы интересуются в первую очередь. Это Будва, города-залива Тиват, Котор и Херцегнови, Бар, а также прибрежные города от Петровац до Ульцинь. Будва и ее окрестности образуют Будванскую ривьеру, крупнейший туристический центр Черногории, знаменитый своими песчаными пляжами, ночной жизнью и прекрасными образцами средиземноморской архитектуры. Примером недвижимости для получения гражданства Черногории можно считать эксклюзивный жилой комплекс Дакли Гарденс. Подробнее о стоимости недвижимости в этом комплексе можно узнать из нашей статьи, ссылку на нее вы можете найти в описании под видео. Следующими по популярности идут города-залива Тиват, Котор и Херцегнови. Так как у них нет выхода к открытому морю, цена за квадратный метр в два раза ниже, чем в Будве и, соответственно, хуже ликвидность. Примером элитной недвижимости в этом регионе можно назвать Луштика-Бэй и Порто-Нови. Луштика-Бэй – это город-марина, предлагающий апарт-комплексы, кондоминимумы, виллы, отели в прибрежной зоне. Международный аэропорт Тиват находится всего в 15 минутах езды или в 10 километрах от Луштика-Бэй. Там принимают как регулярные, так и чартерные рейсы, а также имеют все необходимые для приема частных самолетов. Курорт Порто-Нови находится недалеко от Херцегнови. Он еще не достроен и считается самым дорогим проектом в этом регионе. До аэропорта Тиват 18 километров или 40 минут на водным транспортом. Следующий в списке популярных по покупке недвижимости городов стоит Бар. Это главный морской порт страны, тут проживает 13 тысяч людей. По словам экспертов, в Бае хуже уровень и качество жизни, недвижимость и цена проживания в 3-4 раза дешевле, чем в городах, которые я называла ранее. Черногория может похвастаться не только побережьем Адриатического моря. В стране также есть горы и горнолыжные курорты. Самые популярные на данный момент это Колошин и Жабляк. Хочу отметить, что на сегодняшний день нет ни одного достроенного или в стадии проектирования проекта на севере страны. Но с запуском программы гражданства за инвестиции и строительством автобана до границы с Сербией, который дойдет до Белграда и свяжет морские курорты с горнолыжными, интерес инвесторов к северным регионам страны увеличится, что положит начало строительству в горах в непосредственной близости к горнолыжным склонам. Колошин – это небольшой курорт, расположенный в 73 километрах к северу от Подгорицы на высоте 960 метров над уровнем моря. Он окружен тремя горными цепями – Синявина, Камовы, Беласица. В Колошин проживают около 3000 человек. Расстояние от аэропорта Подгорицы до города составляет 80 километров, а от аэропорта Тивот – 160 километров. На территории горнолыжного комплекса расположено 7 различных горных трасс. Самая низкая точка находится на высоте 1450 метров над уровнем моря. Самая высокая – 1973 метра. Жабляк – горнолыжный город-курорт на севере страны, население которого составляет 1937 жителей. Он расположен рядом с горным массивом Дурмитор на высоте 1456 метров, что делает его наиболее высокорасположенным поселением на Балканах. В городе есть аэропорт, но попасть в этот аэропорт можно только с использованием воздушного такси, заказанных самолетов или военной авиации. Ближайший от Жабляк аэропорт находится в Подгорице за 130 километров. А теперь поговорим об этапах оформления гражданства Черногории через покупку недвижимости. Для начала разберемся с этапами оформления недвижимости. Шаг 1. Выбор объекта. Нет надобности получения фискального номера и открытия банковского счета. Шаг 2. Заключение договора о резервации данного объекта недвижимости и оплата резервационного взноса. Эта сумма обычно составляет 10 000 евро. Шаг 3. Начало подготовки проекта договора. Шаг 4. Согласование проекта договора и назначение даты подписания у нотариуса. Обычно это происходит в течение 15 дней после подписания договора о резервации. Однако, возможны и более ранние сроки по желанию покупателя. Шаг 5. Подписание согласованного договора купли-продажи в присутствии нотариуса и при необходимости переводчика. Шаг 6. Покупка недвижимости. Клиент переводит сумму на счет нотариуса. Шаг 7. Оформление листа недвижимости без обременений и ограничений на покупателя. Шаг 8. Перевод денег со счета нотариуса на счет продавца. Шаг 9. Оповещение кадастра о новом собственнике. Шаг 10. Акт приема-передачи объекта недвижимости согласно срокам, обозначенным в договоре купли-продажи. Шаг 11. Декларирование покупки недвижимости и оплата налогов при необходимости. Стоит отметить, что по срокам процедура фактически всецело зависит от покупателя и его возможностей выполнить свои обязанности по договору. А теперь я расскажу о пошаговой процедуре оформления гражданства через покупку одобренной правительством недвижимости. Шаг 1. Предварительная проверка кандидата и подготовка заявки на гражданство. Шаг 2. Подача заявления в правительство Черногории. Шаг 3. Правительство Черногории выдает ВНЖ через три недели после подачи заявления, но без проверки на благонадежность. Шаг 4. Комитет по гражданству проводит проверку на благонадежность и изучает пакет документов. Процесс может занять от четырех до шести месяцев. Шаг 5. Правительство принимает положительные решения по заявке. Шаг 6. Инвестор покупает недвижимость и оплачивает 100 тысяч евро государственного сбора. Шаг 7. Выдается сертификат о гражданстве и паспорт Черногории. Шаг 7. Более подробные условия участия в программе гражданства Черногории, список необходимых документов, каталог недвижимости и так далее, вы можете узнать из нашей презентации по Черногории. Ссылку на презентацию вы можете найти в описании под видео. Если у вас остались вопросы, вы можете оставить комментарий под этим видео или связаться с нашими специалистами. Вся контактная информация есть также в описании. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео.